всем привет вы на канале паутинка книг сегодня мы с вами будем вязать вот такую ажурную лоську которую можно носить и в городе и на отдыхе можно пришить подклад как я это сделала можно без подклада тоже будет очень красиво пряжа у меня переливается что еще добавляет ей шарма можно вязать из любой пряжи из хлопка из джута тоже будет очень красиво выбирайте себе любую пряжу а моя пряжа вот такая от лоноса вижу я в две ниточки и давайте начинать мы набираем полоску из воздушных петель 4567 думаю достаточно это где-то 25 сантиметров теперь будем вязать столбики с накидом набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбиками с накидом совершенно обычными до конца ряда я довязала до конца ряда теперь нам нужно здесь сделать плавный поворот и мы из одной петельки будем вывязывать 3 даже не 3 а 4 вот получился плавный поворот и дальше мы вяжем опять же столбиками с накидом до начала ряда откуда мы начали будет вот начало дом вот я пришла в конец ряда и здесь также нам нужно закруглить овал здесь у нас уже был один столбик с накидом вернее столбик подъема мы будем считать за столбик с накидом за один столбик с накидом поэтому мы здесь провязываем 3 столбика с накидом замыкаем ряд соединительными столбиком первый ряд нашего донышка вот готов дальше мы делаем также 3 воздушные петли подъема и вяжем второй ряд столбиками с накидом будьте аккуратны с этими ниточками они расслаиваются поэтому если вы зацепите случайно крючком то будет затяжка и вид уже потеряется поэтому нужно очень аккуратно сейчас мы довяжем до конца этого полуовала вот сюда вот придем здесь между вот этими четырьмя петлями которые мы вязали для закруглений мы провяжем по два столбика с накидом в каждую 2 сюда 2 сюда и 2 сюда и тем самым второй ряд у нас будет тоже закруглен и так мы провяжем до конца ряда сюда когда придем здесь делаем то же самое вот у меня половина второго ряда вот у меня половина второго ряда провязана почти я пришла к закруглению и вяжу по два столбика с накидом каждую петельку и до конца ряда вяжу обычные столбики с накидом и в конце ряда вяжу до конца ряда снова я провяжу как я уже говорила между вот этими тремя петлями по два столбика с накидом я связала до конца второй ряд вот такое донышко вы можете сделать донышко больше можете еще ряд провязать но я не хочу большое дно поэтому мне этого достаточно теперь будем вязать сетку сетку слишком мелкую делать не хочется хочется сделать покрупнее 4 5 6 7 воздушных петель я набираю и замыкаю их через через пять петелек шестую так как у нас сетка не простая а с пико здесь мы будем делать пико пико из трех воздушных петель набираем 3 воздушные петли и замыкаем их сюда же в эту же петлю вот у нас получилось пико то есть 7 воздушных петель в одну петлю и пико в одну петлю дальше мы набираем 7 воздушных петель снова и через пять петелек вот 1 2 3 4 5 в шестую мы снова замыкаем и снова делаем пико теперь снова набираем 7 воздушных петель так мы вяжем до конца ряда вот до этого места здесь на местах закруглений мы уже ничего делать не будем мы будем вязать так же как вот в начале ряда все будет точно так же и будет донышко у нас вот так я довязала третий ряд первый ряд сетки в конце я сделала пико вот следующий ряд мы будем вязать точно так же но мы не можем начать его отсюда где мы закончили нам нужно начать его середины вот этого большого отверстия чтобы прийти в середину мы сделаем соединительными петлями дойдем до середины так как у нас там 7 петель мы придем четвертую вот это будет незаметно и снова будем вязать точно так же этот ряд 7 воздушных петель 1 2 3 4 четвертую здесь снова делаем пико сюда же вот начали второй ряд дальше делаем опять 7 воздушных петель и снова в четвертую петлю пико опять 7 воздушных петель в серединку снова делаем пико и так мы будем вязать до конца ряда сюда мы придем здесь сделаем опять пико и снова нам нужно будет начать ряд с середины вот отсюда то есть мы вот здесь замкнем ряд сделаем здесь пико и снова соединительными петлями мы придем сюда в середину в четвертую петлю и начнем вязать точно так же таким же способом как мы вязали второй ряд и таким образом мы вяжем всю высоту авоськи вот я уже провязала 20 этаж сетки теперь мне нужно будет сделать ручки вверху для этого нам надо будет провязать столбиками без накида но сначала нам нужно подготовить столбиком без накида сетку без пико здесь у нас в начале было 5 петель пропущено хочу провязать ряд сетки также пятью петлями все то же самое как мы вязали сетку только не делаем пико 3 4 5 и в середину столбик без накида 1 2 3 4 5 воздушных петель в середину и так вяжем до конца ряда вот я довязала этот ряд то есть я вернула этим рядом изначальное количество петель которое у нас было на донышке так как в сетке у нас было больше петель а теперь мы просто вяжем столбиками без накида петли этой сетки уже не делая никаких пико вот я связала уже три ряда просто столбиками без накида теперь буду делать ручки а для этого я решила не считать количество петель общие просто разделить сеточки сеточку отверстия вот этих сеточек у меня их 18 одну ручку я буду делать вот отсюда где у меня крючок и вот здесь буду ее прикреплять по краям у меня останется одинаково с этой стороны буду делать так же вы высчитываете у себя сколько у вас можете посчитать по петлям можете так же как я посчитать по отверстиям сетки чтобы равномерно было так как у нас здесь дно не круглое невозможно сделать где угодно ручки поэтому нужно высчитать чтобы они были одинаково расположены с этой и с этой стороны когда вы пришли к месту где вы будете делать ручки набирайте цепочку из воздушных петель ну и примеряйте смотрите какие вам ручки какой длины вам хочется ручки сделать я буду набирать 70 воздушных петель вот я набрала уже свои 70 петель но мне хочется не слишком большую ручку вы можете набрать сколько вам нравится можно сделать длинную можно сделать еще короче прикрепила сюда и дальше до следующей ручки вяжу просто обычными вот я сделала две ручки у меня получилось по три отверстия внутри ручек с двух сторон здесь тоже и по шесть между ними всего 18 таких вот отверстий вы можете посчитать по вот этим петлям и подогнать к середине авоськи чтобы набрать именно посередине чтобы было все ровненько теперь я по кругу провяжу два-три ряда столбиков без накида и закончу я уже закончила свою воську постирала отпарила и даже пришила подклад получилась она высоту 35 сантиметров и в ширину 25 сантиметров вот такое донышко ручки не короткие не длинные на плечо можно вешать можно в руках носить вяжите с удовольствием если вам понравилось это видео поставьте лайк и подпишитесь на мой канал если еще не подписались спасибо за просмотр спасибо